Музыка Ну и что мы имеем? Сыр президент. Чуть-чуть замороженных овощей. Два яйца. Надо ехать в магазин. Доброе утро, мои дорогие! Доброе утро! А я не успела глаза продрать. Уже крашу коробочку. Приклеила кружево. И крашу. Вот так вот. Прям буквально ударник капиталистического труда. Ладно, доброе утро. Погодка сегодня что-то так себе. Какая-то непонятная пока. Вот, видите, какая красота. В цветочках лежит. Правильно. Правильно. Не уходи далеко от миски. Не надо. Я уеду. Тебя будут кормить. Не бойся. Да. Не бойся. Голодные тебя не оставят. Да. Так, а мне сегодня, наверное, в СДЭК надо съездить. Сейчас я посмотрю. Прислала мне адрес девушка? Если прислала, то поеду в СДЭК. Прислала. Умница. Это моя первая покупательница в интернет-магазине. Вот так вот. Так что поеду в СДЭК, отправлю в Самару цвета мёда, сатуар. Ладно, сейчас я ещё и не позавтракала, и таблетки не выпила. А сразу схватилась. Давай тут красить. Перед отъездом убралась на столе. Боже мой! Пари! О, пари! Да, обычно у меня тут завалено всё. Ну, продолжаю убираться. Так, это у меня тут цемент. Я его просто прикрыла тут целлофанчиками. Сверху поставила, чтобы не улетело никуда. Ну, вот, надо ещё подоконники помыть. В общем, в порядок всё привести. Упаковываю. Вот эту коробочку отправлю. Вот это, девчонки, это не упаковочная бумага. Нарезанная. Это настоящие морские водоросли, которые высохли на берегу. Так что, вот такой вот привет с Чёрного моря. Лепесточков положим. Наверное, я сделаю по-другому. Я, наверное, положу украшения. А сверху вот это вот всё, чтобы помягче было. И ещё магнит с мурманском. Как хорошо, когда есть коробочки. Раз упаковал и отправил. А кому спасибо за коробочки? Ларисе Артамоновой. Спасибо огромное, моя дорогая. Сколько она мне прислала коробок. Раньше вот она мне присылала вот это. Эти все коробки от телефонов. Это всё Лариса. А теперь ещё от ювелирки сколько коробочек мне прислала. Ой, Ларис, спасибо. Я говорю, надо же, вот женщина сама себе дом построила. Стоит. Кореленький немножко. Неровненький, но стоит. Ну, это, видимо, дача, потому что ни трубы, ничего нету. Вот так вот, такие наши женщины. Не только в горящую избу войдут и коня на скаку остановят, но и дом себе построят. Вот я все эти года наблюдала за этим процессом. Ну, стоит. Я, к сожалению, с ней не знакома. Но я бы ей, конечно, наговорила очень много добрых слов. Просто вообще преклоняюсь перед такими людьми. Ох, пришёл. Ой, я прям не могу. Я от этого розового цвета весной... Ну, я не... Когда вот это вот так... Ни листьев, ничего. И вот этот розовый цвет. Ну, просто... Слов у меня нет. Какие-то совсем ещё ничего. Где-то вот уже... Вот видите... Листочки. Ну, я говорю, в этом году весна на две недели позже. Я по своим старым видео рассчитывала, что это всё будет раньше. А нет. Холодная весна. Так, ну, ладно. Я вздек. Вздек у нас на цыганском рынке. То есть, то бишь, на южном. Вот оно. Сейчас отправлю. Схожу в магазин там за молоком, за кефиром. Да и домой поеду. А чё мне? Да я сама отплачу. Ну, чё, мои дорогие, не отправила? Да охренеть! Он мне счёт выставил. Тысячу двести. Я говорю, почему так дорого? А это им надо там курьером. Да какое твоё дело? Курьером. Накручиваешь ты цену тут. Это проблема получателя. Ехать самому или... А, скорее всего, там и СДЭК есть где-нибудь недалеко. Потому что я помню, как я Марине отправляла подруги своей в Щёлково. Они не могли СДЭК найти в Щёлково. Хотя он там есть. И ей пришлось ехать в соседний город. Ну, это просто... Кошмар какой-то. Ой, не могу. Потом будут опять на меня. Плевать меня, что я Крым не люблю. Приехал Толик. И чувствую, опять будут покатушки по-черноморскому. Какого-то мужчину забрал. А мы-то мы поедем вон в небо выгрузим и... А с тобой потом поедем. Давай с тобой там уже с тобой, потому что там долго. С стороны, наверное, до ушей. А, как хочешь. А, да, зайти с той стороны. Слушай, ты как бомж. Бомж, бомж. Весь грязный. Машина вся в каком-то говне. Где... Где Дусин? Где, если ты слух не говори, надо там... А то будет... Кто-то будет там... Вернулась я домой. Звоню Леночке в Самару, куда я должна была отправить. Она мне и говорит, это же адрес СДЭКа. Я говорю, я ему это говорю. Нет в этом поселке, нет СДЭКа. В общем, короче говоря, тут в СДЭК обращаться, это трепать нервы. Это кошмар. Я говорю, Марине тогда отправляла, не смогли найти. Но, в общем, не хочется ругать СДЭК, потому что СДЭК хорошая организация, откуда только и что не отправляли. Но в Крыму, вот в Черноморске, гнать в шею надо тех, кто работает в СДЭКе. В шею. Вы теряете клиентов, и вообще это полное безобразие. Так что вот так вот, мои дорогие. Вот. А так как мне улетать скоро, она мне говорит, возьмите с собой, из Муроманска отправите. Ну, придется вот так. А что делать? Ну, а у них почта закрыта, понимаете? Я бы, конечно, быстренько бы до почты доехала, доотправила. У них закрыта почта. Ладно, значит, будет посылка из Муроманска. Ой, совсем с этими делами забыла вам показать. Вот уже вчера ночью сделала вот такой шар. Он, девочки, длинный, ну, как всегда, полтора метра. Просто вот это, не знаю, рискнула, сделала вот такую вот подвеску длинную. Знаю. Вообще, она очень хорошо смотрится, когда одеваешь шарфы, она прям такая длинная висит, красивая. Не знаю, может быть, кому-то понравится. Мне нравится. Но у меня нет одежды, с которой можно было бы носить эти шарфы. У меня единственное есть плащ, ну, это когда уже будет тепло. Но он тоже, он такой хаки и фасон такой совсем не для таких шарфов. А так бы я носила бы и носила их. Ну, а что, ходишь в одних куртках? Ну, куда такие шарфы? Надо что-то покупать, какую-то нормальную одежду, да? Вывод-то какой? Будем искать. Ой, вот сижу и разбираюсь с Аздеком. И очень странно. Получается, получается, из... отсюда, с Черноморского до Самары 830 рублей, а от Мурманска до Самары 630. Где логика? Черноморская и Самара. и Мурманск хрен знает где на севере и Самара. А дешевле. И, слушайте, и экспресс-лайт, и экономичный экспресс тоже дешевле. Ну, вообще, я ничего не понимаю. Ну, ладно, короче говоря, из Мурманска буду отправлять. Уже вот даже вот сюда обздекать идти не хочу. Кошка пообедала. Кости, листья, ветки. Ой, не могу. Надо убирать. Представляете, она не ест сухой корм. Вообще, я для нее ж покупала. Она не ест его. Приходят коты другие съедают. А, сегодня закат будет. А я делаю хозяйку Медной горы. Вот такая ящерица у меня есть с зеленым кристалликом. Вот, и я туда авантюрин зеленый и вот этот золотой песок вставлю. Будет сатуар, как я люблю. Я, кстати, заметила, что многим нравятся сатуары. Во всяком случае, интерес проявляется именно к сатуарам. так что пока делаю. Надо мне его сделать и больше я уже, видимо, ничего не успею сделать, потому что и билеты уже на автобус куплены в аэропорт. Я вчера себе позволила попить чай вот с этим вареньем. Здесь нет ни крошки сахара. Здесь инжир и зизифус. Почему я добавила зизифус? Он же, ну, он практически безвкусный, но такой сочненький. Вот. А тут же, ну, много сладкого в инжире. Вот я добавила. Это варенье, скажем так, оно такое, ну, такое, видите, жиденькое, но оказалось очень вкусное. И вот я вчера пила чай с этой штукой, ну, потому что очень хочется сладкого. Ну, очень хочется. Ну, сегодня померила сахар 5,4. Думаю, ну, значит, можно еще денечек чайку попить со сладеньким. Девчонки, ну, так хочется, и так ничего нельзя. Ну, так что я тут эксперимента над собой провожу. Ну, вот что, сделала коробочку. Ну, понятно, малахит, не малахит, но, в общем, вот такая вот коробочка получилась у меня. Буду кому-то отправлять украшение какое-нибудь и отправлю в такой коробочке. Вот, ну, так вроде бы все, что я хотела доделать, я доделала. Ну, остальное даже не стала начинать, потому что не успею. оставлю, но потом, когда вернусь. Доделала. Додела. все переливается. И серьги сделала. можно и на зеленые поменять. Но мне эти нравятся, они больше блестят. как вот вам хорошо. Раз показала, делаю, хоп, там, через минуту сделала. хоп. хоп, а тут делаешь, 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 а это потом раз и все. Минутное дело в видео. хоп, хоп. хоп. забыла, забыла, что надо поесть. И сейчас прямо желудок ломит. Вот, но я доделала. И могу сейчас попрощаться с вами и со спокойной совестью идти есть. И что, мои зайки, я надеюсь, что у вас все хорошо. Ладно? Давайте, пусть все будет хорошо. Маськи нет, девчонки. Не знаю, что делать. Хотела идти вдоль дороги смотреть. Витя говорит, ну тебе что, легче станет? Я говорю, ну похоро. Скажи, скажи, я пришла ужинать, а ты куда пошла? Ой, не могу. Саша звонила. Ну, в общем, короче говоря, я, конечно, переживаю. Мне ужасно жалко. Хотя, кто его знает, где он шляется? Может, и явится. Ну, в общем, тут жилец у меня дома. И Витя будет приезжать. ну, я расстроена ужасно. Прям не могу я. Это дорога, зараза. так жалко. Он хоть, конечно, и прохвостый, но все равно я уже так к нему привыкла. Ну, в общем, в общем, не весело все это дело. Ну, я. Ну, а что, ну, ну, а в то же время, вот я думаю, ну, ну, а что я могу изменить? Это природа, животные куда-то носятся. тут дорога. Собаки. Это же не какой-то кот, который там, блин, надо на поводочке с собой водить. Это обычный кот. Генетически он так устроен, что ему нужно свобода бегать, гулять. Ну, грустно. Ну, ладно, я-то как-то все равно надеюсь, что он объявится. Шалопут такой, что... Я еще говорю, я говорю, Вить, он ведь и к тебе может прийти. Ему так нравится у тебя? Он говорит, ну, если придет, я ему задницу надеру. Вот, так что вот такие вот дела. Ладно, мои хорошие, давайте, хорошего вам вечера, спокойной ночи. Пусть все будет хорошо. Ладно? Я на вас надеюсь, вы меня хоть не расстраивайте. Пока-пока. Пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok